Чё он тебе сказал-то, этот твой ротный или чё там? Ничего, мы его охраняли тут дня три. Вчера 25 парней увезли с нашей роты, там половина отказалась. Сейчас еще 13 человек нас добавляют и всё, везут. Так на передок везут-то? Да. А, из-за того, что они отказались навевать в комендатуру их повезли? Да. А тебя куда повезут? Меня повезут на передок, 13 человек. А ты мне отказался, да? Нет. Малишь, главное, за меня, поняла? Всё хорошо. Конечно, конечно, я вообще тут всё думала, что тут пи***ь. У тебя и нету ни телефона, ничего. Знаешь, как я тут обосралась? У меня даже ногу клинануло, видать, этот. Ну, вот как спина-то у меня болит с нервов. Нормально. Это ужас. Я думаю, я тебя никогда не найду. Паняка, ради Бога, никому особо не доверяй вот так, как этому Лёне. Не открывайся, ничего такого не рассказывай. И этот, береги себя, самое главное. Будьте командой, но как-то аккуратно, чтобы этот. И как-то вас, наверное, не могут вот так вот без обучения. Ты, б***ь, не умеешь ничего, не этот. Как вот он бросит-то? Вообще не представляю даже себе. У меня прям в голове не укладывается. Как, да чего вы там будете делать? Вот я тебе то... Лёня-то этот, мы, когда, вот он мне в пятницу позвонил, меня довёл до этого, что у вас там всех разбомбили, никого живых не осталось, я же говорил, лучше пойдём сядем в тюрьму, и вот это всё мне начал говорить, я тут с ума сходил, весь этот. Ну, короче, этот, но он ещё там. Хотя ещё в четверг или в среду он сказал, что я выезжаю, а в пятницу звонил, он ещё там сидел. Про него-то этот родный ничего не говорит, его в розыск объявили, ничего не сказал. Да. Он наделся. Объявили, да, всё-таки? Да. Ну, п***ь ему, п***ь. А тебя-то он как бы всё настроен нормально, что ты пришёл, п***ь, всё там туда-сюда-сюда-сюда. Нормально, что п***ь проебал, что проебал.